Здравствуйте! В эфире информационная программа «Волна». Мы обсуждаем важные темы оккупированных регионов Украины. Сегодня говорим о таком. Обстрелы, мины и снаряды. Зачем боевики уничтожают кладбище в Широкино? Три города, три фестиваля. Как искусство поможет прифронтовому Донбассу? Вторую неделю в Крыму работает украинское радио. Где его можно услышать? Оккупированный Донецк снова был обстрелян этой ночью. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Под обстрелом оказались киевские и петровские районы города. В Донецке разрушены пять домов, перебит газопровод. Также погибла мирная жительница. Боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО за минувшие сутки. Особенно громко было под Авдеевкой и Троицке. Уже традиционно военных сводок не покидает и поселок Широкино под Мариуполем. Наши корреспонденты пообещали с бойцами, которые там служат. Боевики на линии разграничения используют почти весь арсенал запрещенного минском вооружения. Обстановка в поселке Широкино под Мариуполем постоянно колеблется от напряженной до контролируемого обострения. На местном кладбище уже давно никого не хоронят, но сюда почти каждый день наведывается смерть. Обгоревшие и упавшие деревья, разрушенные надгробия – это можно увидеть с границы кладбища. Пройти дальше нельзя. Повсюду не разорвавшиеся мины и снаряды. Морпехи говорят, они не понимают, зачем боевики стреляют в этом направлении. Ведь тут нет ни техники, ни украинских позиций. Кроме того, стрельба по кладбищам запрещена международными конвенциями. Александр показывает очередной дом, уничтоженный реактивной ракетой «Партизан» и говорит, что в поселке разрушено больше 80% домов. Это осколок РАДО, реактивная система РАДП, одиночный заряд, маркировочка, номера, выпущенная по нам не так давно. Александр рассказал, что на бронежилете он носит оберег. Это крестик, сплетенный девочкой из интерната. Подобные обереги, привезенные волонтерами, носят многие из его побративов. Ведь это постоянно напоминает нашим воинам, ради кого они ежеминутно рискуют своей жизнью. Самым страшным на войне «Морпех» считает то, что со временем у бойцов пропадает чувство страха. Люди, не имеющие совести, чести. Бомбят пустые дома. Судя по относительным чертам, это был ГРАДП, партизан. Ракета. Ну и по шелесту, по свисту парни на улице присутствовали. Говорили, что слышали шелест реактивного снаряда. «Морпех» с позывным «Медведь» до войны работал сам техником. Позывной свой получил зазвучный голос. Он говорит, что самое главное в войне – остаться живым и сохранять присутствие духа. Тут никак нельзя без юмора. Нельзя заморачиваться на войне, потому что, видимо, башни срывают. То, что не надо здесь. Ко всему надо здесь позитивно. Даже к этой гибридной войне. Вернуть мир в Донбасс с помощью искусства. Такую цель поставили перед собой организаторы проекта «Облыче Мист». В его рамках в трех прифронтовых городах прошли фестивали. Первыми их увидели жители Мариуполя, Севердонецка и Покровска. Чем удивляли организаторы, знают наши корреспонденты. Вернуть мир в Донбасс с помощью искусства. Такую цель поставили перед собой организаторы проекта «Облыче Мист». В нем участвовали три прифронтовых города. У каждого свой формат фестиваля, который придумывали местные волонтеры. В Покровске проходили литературные чтения. В Северодонецке провели масштабный театральный фестиваль. А в Мариуполе организовали туристическую неделю. Этот фестиваль был рассчитан пока что именно на наших жителей города, для того, чтобы прочувствовать, понять, как люди относятся вообще к туризму в заголе. Потому что на самом-то деле это же и укрепляется город, и привлечение того же бизнеса, опять же, для выживания. Нам же нужно жить как-то дальше. Во время театрального фестиваля «Схидный экспресс» в Северодонецке показали девять спектаклей. Актер Александр Шмаль последних три года активно участвует в разных культурных проектах на Донбассе. Он утверждает, жители Востока нуждаются в искусстве. Еще какие-то культурные инициативы, або какие-то гастроли, або еще какие-то проекты не приезжали 30 лет, а то и больше, в невеличкие места Донбасса. Но просто любые люди не приезжали. В городе Миколаевка была такая история, что нам рассказали, что мы первые люди за 30 лет, которые приехали в это место, кто-то там не прописанный. Организаторы проекта утверждают, люди из прифронтовых городов иначе относятся к фестивалям, нежели другие жители страны. Для них они как символ мира. Организаторы обещают, на этом работа волонтеров и людей искусства не заканчивается. Их деятельность распространится и в других городах на востоке Украины. Вторую неделю в Крыму работает украинское радио. Правда, сигнал с новой медиавышки в Чангаре достает пока только до Симферополя. Ее задача – восстановить национальное обещание на полуострове и в нескольких районах Херсонщины. Наши корреспонденты узнали, как крымчане отнеслись к появлению украинского радио на полуострове. Заседание Верховной Рады в реальном времени. Теперь в Крыму есть возможность услышать украинские программы. Из четырех радиостанций наши корреспонденты смогли услышать только одну. Она доступна на частоте 107 FM. Но крымчане говорят, что рады и этому. В тех условиях, в которых мы сегодня находимся, и все крымчане в целом, то действительно это очень важный инструмент для влияния мнений, на мнение многих крымчан. И с другой стороны, это в любом случае такое проникновение на относительно замкнутое информационное поле с иной точкой зрения. Это тоже важно. Это в том числе и пропаганда украинства будет проходить. И свободных новостей. Это очень важный инструмент для влияния. По словам крымчанки Альоны, на полуострове хочется слышать украинские программы не только через интернет. Не подобается, не слушайте. Но нужно знать, что есть люди, которым это нужно. Потому что нам украинская мова нужно. И на мою думку, радио и украинская мова, которая будет тут у нас в Крыму лунать, это такая попытка, может каким-то образом побороть эту украинофобию. Тем временем министр информационной политики заявляет, что российская власть уже начала блокировать украинский сигнал. Да, он уже сейчас происходит. Блокование сигналу, даже в тестовом режиме, уже сейчас происходит. Есть определенные, ну, можно сказать, военные действия, которые можно делать, информационные военные действия, и о них я вам говорить не буду. А что касается деблокования сигналу, что касается того, что мы можем сейчас выражать, то одна из таких действий – это увеличение количества частот. По словам члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, радио – это только первый шаг. Скоро на полуострове появится цифровое телевидение. Для этого нужно 3-4 месяца. Пока же в Крыму украинские каналы можно смотреть через спутник или интернет. Консульство Польши в Луцке обстреляли из гранатомета. Никто не пострадал. После происшествия все генеральные консульства в Украине закрыли. Так что же это было? Диверсия или месть украинских националистов? В теме разбирался Владимир Задирака. В результате взрыва в Луцке пострадало только здание. Комната охраны расположена этажом ниже. А семья генконсула Кшиштофа-Савицки проживает в другом крыле дома. Руководители областного СБУ к утру на брифинге назвали обстрел из гранатомета терактом. По мнению правоохранителей, за ночным инцидентом стоит Россия. Правоохранители говорят, что Кремль заинтересован в том, чтобы поссорить украинцев и поляков. Польский дипломат Савицкий тоже заявил, что это был теракт, а преступники хотели убить сотрудников. Но заказчиков консул назвать не готов. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Фейсбуке, что глава государства распорядился срочно расследовать инцидент и найти виновных. Глава МИД Павел Климкин свое мнение о происшедшем изложил в Твиттере. Российские СМИ уже проявили интерес к инциденту и активно его освещают. Быстро отреагировала и официальная Варшава. Национальная прокуратура Польши начала расследование событий в Луцке, сообщает Украинформ. Мы только что открыли дело, поскольку независимо от украинского следствия в Польше и в соответствии со 110-й статьей Уголовного кодекса, если преступление за границей направлено против интересов Польши и ее граждан, мы обязаны возбудить дело. Польский МИД требует, чтобы украинские власти нашли и наказали виновных. Замминистр внутренних дел Польши Ярослав Зелинский в интервью польской радиостанции 24 проанализировал работу службы охраны посольства. Польские спецслужбы охраняют посольство в Киеве, но не имеют полномочий делать это в Луцке, отметил Зелинский. Сегодня в Польше готовят новую редакцию закона о службе охраны правительства. Нововведения обеспечат польских дипломатов дополнительной защитой. Даже лучшая охранная фирма, если она пребывает внутри объекта, не в состоянии противодействовать таким событиям, как в Луцке. Война идет на востоке Украины, но задела всю страну. Мобилизованные добровольцы и контрактники шли на фронт со всех регионов без исключения. С какими проблемами сталкиваются в разных областях Украины ветераны АТО в нашем обзоре региональных СМИ. В Волынском областном краеведческом музее в Луцке встретились студенты и ветераны-добровольцы. Корреспондент «Новой волны» расспросил воинов о том, что их волнует больше всего. Когда началась война на Сходе, то с благословения владыки Михаила, я еще в 2014 году один из первых добровольцев отбыл на Схид, чтобы нести там капелланскую службу в складе батальона Сич. Другий мой воинский опыт – это было в 2016 году, в листопаде месяце. Место – это несение службы Маренко-Красногоревка в складе 92-й бригады. Отвоевать землю легче, чем сердца людей, считает священник. В то же время на Востоке он видел много искренних патриотов Украины. Там, на самом деле, украинского населения, которое любит Украину, не очень мало. Его там есть очень много. И когда с людьми начинают общаться, они чувствуют, что это их дух, они открываются. Россиянин Андрей Стасюк с позовным «Малыш» приехал воевать в Украину, потому что не мог стерпеть нападение на родину его предков. Его уже пробуют отримать. Мне уже года три. Это может дать только президент. Понимаете, офицерам такого склада, как я. Он пытается, пытается, но пока нельзя. Громодинин, ты не громодинин. Просто здесь вот так. Вот здесь сердце должно быть. Я, взагалей, есть украинец. И на свою землю никому не можно заходить. Львовянин Николай Пивоварник был мобилизован. Отслужил на передовой 15 месяцев. Когда вернулся, узнал, что потерял работу на государственном предприятии. Об этом рассказывает в своем материале телекомпания «НТА». До службы в армии Пивоварник возглавлял профсоюзную организацию «Львівгазводобування». Теперь ему предлагают в виде компенсации другую работу, но в соседней области. Предприятие задолжало демобилизованному более 100 тысяч гривен решили во Львовском управлении защиты труда. Государственный орган предписал предприятию вернуть заработанное пивоварником. Теперь дело рассматривается в суде. С точки зрения шансов выиграть, мы считаем, что с своей стороны провели проверку объективно и установили факт порушения 119 статей Кодексу законов по работе, про что я подала соответствующие заперечения. И, соответственно, это наша позиция. Но, наконец, крапки на этом поставить суд. За прошедший год в Управлении защиты труда обратилось 11 бывших военнослужащих, чьи трудовые права были ущемлены. Большинство дел решилось в пользу наемных работников, говорят юристы ведомства. Николай Пивоварник говорит, что судится не столько из-за денег, сколько из принципа, чтобы отстоять честь ветеранов. Никто не будет насмеливаться, задавать вопросы, просто он себе не сможет опустить до того, чтобы задать вопросы, чего ты туда пришел. Всем львовянам-атошникам, которые имеют схожие проблемы, канал НТА советует обращаться с жалобами в Управление защиты труда. Субчанин Максим Нарижный погиб в зоне АТО, сообщил телеканал Сум.Юэй. 28 марта он подорвался на мине вблизи Новолуганского Донецкой области. Это уже второй погибший военный Сумщины в этом месяце. В начале марта местные СМИ уже сообщали, что в госпитале скончался Сергей Кулачков. Своё смертельное ранение он получил во время боев за Авдеевку. Не только об украинских героях в зоне АТО сообщают региональные СМИ. Черкасская телекомпания «Рось» рассказала о биографии участника незаконных военных формирований Владислава Чубура. Ранее он работал заведующим клубом и входил из полком села Софиевка. Житель Черкащины задержан СБУ за сотрудничество с группировкой ДНР. Соседи Чубура не могут поверить, что Владислав придал родину, хотя и говорят, что был он немного странным. Чубур Владислав Геннадьевич працював у нас директором будинка культури. Членом виконкому він у нас був, і він був заступником голови виконавчого комітету. Всі люди любили його, поважали, підкармливали, їсти йому. Честно, він наскільки був адеканом, що ви це мені кажете, що він воює проти нас, я не вірю в це. Людина була дивна, можу сказати, з таким характером дуже дивним. Мав своє на УАЗі, робив, як мав він, за належне. Не прислухався до голови сільської ради. Чубур з 2014 року участвував во вражескій пропаганді, роздавав інтерв'ю електронним і печатным СМІ в Росії на оккупированной території. В них он був то героем Майдана, то журналистом Новороссії, то контуженным ветераном. Інформацію о землякій учасників незаконних воєнізованних формуваннях собирав місний адвокат Ростислав Піліпенко. Приймає активну участь в бойових діях на стороні Донецької народної республіці, а саме інтербригада «П'ятнашка». Зараз, якщо зайти в мережу Ютуб і навести його позивний ямщик, то десь приблизно є декілька його відеозвернень, починаючи з травня по жовтому місяць, де він закликає дійти на Київ, то воювати, скажімо так, за Новороссію. Нам потрібно розворюватися і йти на Київ. Я бачив тих людей, які, виходить, спілкувалися з натовськими інструкторами, і вони вже руководили цей блокадою і, відповідно, вистраювали провокации. В феврале 2017 року СБУ об'явило Чубура в розыск, а в марте участника незаконних вооружённих формирований задержали. Боевику і пропагандисту ДНР угрожає от 8 до 12 лет тюрьмы. Це все, о чому ми хотіли поговорити сьогодні. Більше актуальної інформації в наших следующих випусках. Я прощаюсь з вами до завтра. Всего доброго. Дякую.